Доброе утро, привет! Выгляжу стильно? Да, свежо. Молодежно. История о том, как я Ray-Ban себе заказывал, еще не купил. Значит, около недели назад мы с Викторией прогуливались по шибу и уже решили мы окончательно и бесповоротно купить себе солнцезащитные очки и купить хорошие, качественные. И очевидно, что мы сошлись на Ray-Ban. При этом Вика померила еще себе Prado. Что ты еще померила? Мне понравились в аэропорту Dior. Это очень забавно. Блин, сяга, ну реально, это классно. Мне понравились несколько. Больше всего одна форма понравилась. Но это не классика, это так повыпендриваться. Да, но при этом Вика себя сказала, у них чувство увереннее. Я всегда стараюсь экономить на вещах, особенно на аксессуарах. Я вообще особо в них смысла не вижу. Но в Ванкувере, когда мы были, произошла такая ситуация, после которой я немножко пересмотрел свою позицию. Я не знаю, что именно произошло, возможно, причины и в другом. Но мы прогуливались, был солнечный день, было слегка ветрено, то есть прохладный ветер в Ванкувере, но очень солнечно. Я помазал кремом для рук, хотя он не только для рук, он и для лица там написан, Невея. Такой относительно самый дешевый крем Невея. Я помазал его под глаза себе специально, чтобы... То есть я стал недавним, в прошлом, заботиться, я начал заботиться о своей коже. Я вижу результат от крема, то, что кожа разглаживается, складки становятся менее заметными, морщинки. То есть это действительно есть результат, поэтому я стал это делать. Но из-за того, что я не понимаю последовательности и порядка, потому что есть какой-то крем, который сначала накладываешь, какой-то идет как фундамент, потом поверх него штукатурка. В общем, я не знаю, там у них какие-то свои строительные вот эти понятия. Просто тонер, лосьон и крем. Сложно. Подожди, сложно. Так вот, идея в чем? Я помазал крем, и для меня все. Галочку поставил, пошел на улицу, у меня кожа под защитой. Но мне кажется, из-за того, что было очень сильное палящее солнце, произошла не очень хорошая ситуация. Кожа под моими глазами, она была высушена и по ощущению как будто выжжена. То есть, как будто я добавил дополнительно масло на шипящую работающую сковородку. То есть, я дополнительно как бы подсушил и поджарил свою кожу под глазами. У меня действительно, у меня здесь были настолько явно выраженные морщины, я когда себя увидел. Но это действительно было как фильм из какого-то... кадры из фильма какого-то ужаса даже, да? Потому что у меня все было очень красное. И чувствовал я себя, мягко говоря, не очень хорошо. У меня болела голова и... на выходе. В Ванкувере мы видели очень многих людей, которые носят как раз солнцезащитные очки. Я поначалу думал, что ну здесь, видимо, такой стиль. А нет, я думаю, что люди более умные и рассудительные, и понимают, что когда солнце сильно светит, то стоит свою кожу беречь. Поэтому многие люди носят головные уборы. В Японии так это вообще дамы. Многие накрываются огромными шляпами, очки, маска, рукава полностью закрывают. Я, конечно, так делать не буду, не смогу. Потому что, ну, я вырос так, что у меня это не заложено. И когда я приезжаю на море, я обязательно первые 2-3 дня хожу на море, исключительно утро и вечер. То есть это я знаю, потому что есть те, кто приходят, приезжают с далеких северов и такие, о, море, солнце, ложатся. А потом просыпаются красные абсолютно. То есть это, конечно, перебор. Так я делать ни в коем случае не делаю. Но элементарная забота о себе должна быть. Мне 29 лет. Вопрос, когда еще я буду покупать себе солнцезащитные очки? Также недавно я думал о куртке Zara, которую я купил себе тоже. Она стоила порядка 14 тысяч ен. И были более дешевые варианты. Но я думал, реально, у меня за всю жизнь одна кожаная куртка, которую мне купила мама. Покупали мы ее в магазине, по-моему, это Collins в Нижнем Новгороде, соответственно. Идея в том, что она до сих пор у меня есть. Да, она уже потертая. Да, она уже где-то что-то нужно подшивать. Но она выглядит так стильно, что, когда я приеду домой, у меня будет ее возможность одеть. Я обязательно это сделаю. Сейчас стал задумываться надеть, одеть. В общем, нанести этот слой одежды на себя, да. Соответственно, куртку Zara я купил. Надевал ее 2-3 раза, наверное. Один раз, чтобы Вика меня в ней сфотографировала. Второй раз, третий раз прогуляться. По сути, пока что все. Солнцезащитные очки. Мне 29 лет, еще раз повторюсь. Когда я буду покупать еще раз себе новые очки? В чем будет потребность? И уж лучше я куплю себе поляризированную линзу, схромированную, чтобы у меня было все серьезно, все на высшем уровне. Да, это будет стоить порядка 30 тысяч йен. Ну, это вложение, которое, во-первых, защитит мое лицо, мою кожу, которая помогает мне зарабатывать, и благодаря которой я совершаю съемки, я участвую в разных проектах. То есть, ну, очевидно, что я работаю как модель, то есть мне это необходимо, мне это важно. Плюс это будет стильно, модно и молодежно. В этом спектре молодежи я еще хочу оставаться. Придел в магазин, идея-то в чем была? Рассказать, как я заказывал эти очки. Мы прогулялись с Викой по шибуям, заходим в магазин первых очков, там их очень много, по стилю смотрим, что-то понравилось, что-то нет. Потратили мы там с тобой около часа, наверное. Мне кажется, даже немножко больше. Много времени действительно потратили. Далее заходим в следующий магазин, там играла еще такая интересная музыка. Необычная, там, как будто какой-то грабитель. Шпион такой крадется. Крадется там такая. И она постоянно играла на репите. Мы смотрим на очки, разные меряем, и тут зеленая правой, немножко золота. При том, что мне всегда нравилось серебро, но как-то вот мне стал вот этот золотой оттенок. Вика сказала, что мне он подходит к моим волосам. Да, очень теплые тона. Да, он как-то добавляет. До этого я относился к... Когда люди надевают на себя много золота. Но мне казалось, что это не мой элемент аксессуара. То есть мне больше подходит к серебряным цветом. Это серебро, потому что оно как-то попроще. А нет. Стало мне нравиться, как выглядит на мне золотой цвет. Когда его в меру, очень в меру. Когда он что-то подчеркивает. Соответственно, зеленое право померили. Дорого. Порядка 30 тысяч. Но есть возможность получить такс-фри. А наша подруга здесь. То есть она нам сможет с этим помочь. Я надеюсь. Пока точно не знаю. Соответственно. Пришел я на днях спрашивать. Ну что, ребята, есть у вас? Они мне говорят. Есть только с витрины. Я так. Ну что делать будем? Они говорят. У нас есть в Восоке. Не хотели бы прокатиться? Я говорю. А-а. Далеко. Говорю. А может вы попробуете заказать сюда? Она говорит. Ммм. Хорошая идея. Попробую позвонить. Она девушка. Японка. Хорошо разговаривала на английском. Разговаривала со мной очень легко, открыто. Но когда она переходила на японский и звонила. Ребят, я не пародирую. Я не издеваюсь ни в коем случае. Я лишь хочу показать, как она это делала. С огромным уважением звоню вам из нашего магазина. Есть у вас возможность, пожалуйста, довести нам очки. Наш уважаемый иностранный клиент пришел сюда, чтобы совершить заказ. Но у нас в магазине, к сожалению, их не оказалось. При этом она разговаривает по телефону и кланяется. То есть она прямо в моменте разговора кланяется. Завершает разговор. Переходит со мной на английский. Привет, дружище. Ну, слушай, такая история. Значит, наверное, мы сможем тебе с этим помочь. Подожди, я еще раз перезвоню. Звонит снова. Ну, что вы проверили ассортимент? Есть у вас наличие товара в магазине? Если вы сможете достать? О, отлично. Как я вам благодарна. Огромное спасибо. Либо ценю, уважаю, супер. Очень интересно. О чем это? Культура, разная культура. То есть пока она изучала японский язык, в ее понимании бизнес, деловое общение складывается таким образом. Английский она рассказала мне, что изучала в Америке. Она, по-моему, жила в штате Иллинойс. Или какой-то дождь огромный. Соответственно, она там хватала английский таким образом. И я по себе тоже могу сказать, что когда я общаюсь на английском, я общаюсь с определенными чертами характера. Когда я общаюсь на русском, это другое. Когда японский, это третье. Это так интересно наблюдать, как человеческий мозг устроен, как он функционирует. То есть в зависимости от переключения языка, как будто меняется личность, которая ведет диалог, несмотря на то, что обличие остается тем же. Соответственно, очки я заказал. Придут они уже на следующей неделе. На этой неделе должны прийти. Буду их забирать. Заказывать. Сейчас Вику увезу на работу. Нужно нам делать заказ в Макдональдсе. Хотим, как современная молодежь, попить кофе по дороге. Может быть, сидим по бургеру. Поэтому, да, с переключением на языки как будто переходит какой-то свитч такой в нашем сознании еще. Я по себе это тоже наблюдаю. То, что когда я говорю на английском, я более приветливый, открытый. А когда я говорю на японском, то я более стеснительный. Но тут еще, наверное, из-за того, что японский у меня в процессе изучения. То есть на него я еще полагаюсь в какой-то мере. Поэтому из-за неполноты возможности спектра выражения своих эмоций мне приходится себя чуть-чуть сдерживать. А из-за этого, наверное, приходится вести себя немного более скромно. Хотя скромность – это второе счастье. Хорошего дня. До встречи. Расскажу в следующем видео, когда получу очки.